Одной из первых постсоветских республик на референдум в Крыму отреагировала Грузия. Официальная Тбилиси, несмотря на попытку восстановления отношений с Москвой, заявил, что Грузия не признает легитимность крымского голосования. Позицию грузинского руководства озвучила министр иностранных дел Грузии. Реакция официального Тбилиси последовала незамедлительно после оглашения результатов так называемого референдума. Мы считаем этот процесс незаконным, а также нарушением территориальной целостности Украины. Кроме того, это нарушение всех норм международного права. Мы также, как и все демократическое сообщество, НАТО, Евросоюз, США и другие западные страны, выражаем протест. Что же касается возможного сценария в отношении грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, мы ничего не можем исключать. Мы считаем, что наша позиция по Крыму может стать своеобразным предупреждением для всех сторон. Страны СНГ не спешат комментировать крымский референдум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ограничился телефонным звонком Владимиру Путину. Известно, что во время беседы глава Казахстана признал, цитата, «высокий уровень проведения референдума». Конец цитаты. И сообщил, что удовлетворен тем, что жителям Крыма дали выразить свою волю. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сообщил, что Ереван является сторонником урегулирования украинского кризиса мирными средствами на основе устава ООН и международного права. Между тем, в непризнанном Нагорном Карабахе проведение референдума в Крыму рассматривают как реализацию права народов на самоопределение. В других странах против референдума в Крыму высказались только отдельные политики. Явно о своем неприятии референдума заявил только премьер-министр Молдавии Юрий Лянке. На встрече с своим украинским коллегой Арсением Яценюком он сообщил, что молдавская сторона поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам Лянке, референдум противоречит Конституции Украины и нормам международного права.